Библейский портал экзегет.ру представляет Дорогие друзья, братья и сестры, добрый день! Толкуем книгу «Второзаконие» и тема нашего сегодняшнего разговора – глава 11 этого сочинения. Итак, мы с вами уже знаем, что «Второзаконие» – это есть второе, очередное, еще раз повторение массива правил, законов, уставов, которые получил Израиль на горе Сина через Моисея при участии пророка Моисея. Но вот «Второзаконие» самое важное, как какой-то, может быть, учебник резюмирует, излагает, чтобы евреи еще раз прочитали и точно усвоили какие-то самые важные правила, уставы и законы, касающиеся отношений друг с другом, отношений с Богом, отношений с другими народами. Короче, еще раз, второй раз рассказываются эти самые законы Синайского законодательства. Впрочем, глава 11 все еще нам не рассказывает, не излагает эти законы. Все еще мы имеем дело со вступлением, и в этом вступлении повествователь очень долго рассказывает о том, что было до реки Иордан, где были евреи и Моисей, и вот там-то, вот на берегу реки Иордан, до, прежде чем вошли в Ханаан, Моисей рассказывает закон второй раз, поэтому он называется «Второзаконие». Поэтому глава 11 – это еще не «Второзаконие» как таковое, это еще и прелюдия к этому повествованию, а с главы 12 начинается изложение этих самых законов, уставов и постановлений. Итак, читаем глава 11, и она начинается с того, чем окончилась глава 10, а именно с рассуждения о том, что религия Ветхого Завета, религия Моисеева – законы, религия во-вторых, уставов и законов и правил, а в-первых, это есть религия любви, религия сердца, религия такого сильного чувства, сильной эмоции. Поэтому первое слово главы 11 такое «Люби Господа», императив или призыв «Люби Бога твоего, всегда исполняй свой долг перед Ним, следуй Его предписаниям, законам и повелениям». Но опять же, как и в главе 10, призыв «Любить» соответствует с призывом «Исполнять», «Хранить». Любовь и соблюдение правил – это есть две части одного и того же чувства. Там есть любовь, там есть исполнение и наоборот. Хотя нет, наоборот, бывает не всегда. Бывает, исполнение есть правил, но любви нет. Но модель, которая предписывается в этом случае – это есть такая модель. Пускай любовь генерирует, порождает желание исполнять какие-то правила, законы и даже ритуалы. А впрочем, дорогие друзья, до сегодняшнего дня и для нас, христиан, ничего не изменилось. Наша любовь к Богу требует от нас исполнения какого-то корпуса предписаний, заповедей и уставов. И этим исполнением мы вовсе не какое-то себе завоевываем спасение, какие-то набираем очки, как нам часто упрекают у нас протестанты. Нет, это есть лишь естественное выражение нашей любви к Богу. Мы любим Бога и поэтому мы делаем какие-то очень для нас и для нашей религии важные вещи, а именно посещаем храм, даем милостыню, прощаем, дружим, пытаемся отношения исправить, пытаемся с грехом к себе и в мире бороться. Поэтому такой тезис я вам сейчас с вами делюсь. И для нас сейчас тоже любовь и исполнение, это есть две части одного очень важного чего-то целого. Читаем дальше. «Помните же, не с детьми вашими случилось все это. Они не знают и не видели ни уроков, преподанных Господом вашим Богом, ни великих его дел, ни руки его могучей, ясницы его простертой». И тут, друзья, есть очень большая такая загадка, ну, проблема настоящая, да, написано. Стих 2 глава у нас 11. Не с детьми с вашими случилось это, то есть, а с вами. Вопрос такой. Мы с вами знаем из книги «Исход», что все люди, и даже из книги «Второзаконие», что все те, кто вышли из Египта и потом испугались у городка Кадиж-Барнеа, вот, сказав себе и объявив Моисею и Богу, что нам не завоевать эту землю, потому что города ее укреплены, потому что люди, живущие там, могучие и смелые и отважные. И вот страх у Кадиж-Барнеа привел к тому, что евреи странствуют по пустыне, и, как написано во «Второзаконии», «рука Божья была на них, и ни один из испугавшихся не дожил до окончания этого самого странствования». Но тут, вот, видите, написано «не с детьми вашими, а с вами случилось все это». Исход, его дальше описываются вот эти чудеса разные, в пустыне, с фараоном. Как нам понять это выражение «не с детьми вашими»? Ну, есть два подхода к толкованию этого текста. Такой более традиционный, более привычный, он такой. Были наказаны Богом все взрослые, кто должен был идти и завоевывать, но испугался. А все подростки, все дети, малолетние какие-то там, израильтяне, более подросшие, они же не могли воевать, они не были взрослыми, они были еще не гражданами, они еще не были полноценными мужчинами и женщинами, поэтому они ни в чем не виноваты. Поэтому те, кто был ребенком и вышел из Египта, они пришли сюда и все вполне себе помнили, и это были те же самые люди. Толкование другое, такое более научное, которое предложили нам разные комментаторы, ученые, филологи, короче, библисты. Такое предположение. Есть разные традиции, в которых по-разному описывается время странствования евреев по пустыне Синайской. По традиции одной, это было 40 лет, и действительно многие умерли или почти все скончались во время этого странствования. Входило в Израиль уже другой народ, а не народ, который вышел из Египта, люди, которые выросли в свободе, которых спина не знала, что такое хлыст надсмотрщика. А другая традиция, она описывает поход как более нечто такое стремительное, быстрое. Поэтому те, кто вышел из Египта, вот те же самые люди, но более-менее, они и входят в Ханаан. И поэтому вот в этой связи, в связи этого толкования, толкования о том, что традиции были разные, эти все стихи, второй и дальше, они имеют смысл. Поэтому такой смысл, не ваши дети все это видели, а вы все это видели, поэтому вы запомните и научите потом ваших детей. Итак, что еще вы сами видели? Вот, значит, видели вы, а не ваши дети, они не видели чего? Не знамений и деяния его в Египте, а вы это видели. Что сделал он с фараоном, царем египетским и со всей его страною? Что сделал он, то есть Бог, с войсками египтян, с конями и колесницами, когда египтяне погнались за вами? Он затопил их водами моря Суф, он уничтожил их, и по сей день это так. Что он сделал для вас в пустыне, пока вы шли сюда? Что сделал он с Дафаном и Авероном, сыновьями Ильява, потомка Рувима, раскрыла земля свой Зев посреди израильского стана и поглотила их, сыновьями их вместе и с шатрами и с котом. Ну, все то, что сказано было выше, понятно, да, вот исход из Египта, чудо на море Суф, когда море поглотило войско фараона и его колесницы. А вот с Дафаном и Авероном не все, может быть, знают эту историю. А такая была история, значит, Дафан и Аверон, они как будто бы были против того, что по поручению, по велению Бога, лишь левиты были людьми, которым было поручено, которым было предписано быть служителями культа, делать все обязанности, связанные с Кинией, с Ковчегом Завета, потом в дальнейшем с Храмом. И они были против этого такого разделения труда, а сказали, что мы, чем мы хуже. И вот исход этого противостояния было то, что, как написано, земля расселась, и они были поглощены ею, вот их все шатры, их семейство, и огонь там был, и прочие вещи. Таким образом подтверждается такая истина, левиты служат у Ковчега Господня, а другие занимаются другими делами, воюют, торгуют, обрабатывают землю, живут в городах. А вы своими глазами видели все великие деяния, которые совершил Господь. Вот опять же, видите, вы своими глазами видели все эти великие деяния, которые Бог совершил. То есть, получается, те же самые люди, которые вышли из Египта, боялись войска, которое преследовало их. Вот они же присутствуют у реки Иордан и слушают Моисея, поэтому исполняйте все повеления, которые я возвещаю вам ныне, и тогда вы будете сильны и придете в ту страну, в которую вы направляетесь, и овладейте ею. Вот связь для Писания Ветхозаветного такая типичная между любовью, исполнением и процветанием. Ты должен Богу любить, ты должен исполнять Его заповеди, должен избегать нарушений этих заповедей, и поэтому ты будешь народом процветающим, великим завоевателем, народом повсеместно известным и богатым и так далее. И долго вы будете жить на земле, которую Господь поклялся отдать отцам вашим, и вам, их потомкам над земле, текущим молоком и медом. Вот описывается эта прекрасная земля, куда вот идут евреи, земля хананская. Там так все богато, там такая хорошая природа, климат, и там все есть, что там как будто бы вот фигурально течет молоко и мед вместо воды в ручьях и реках. Страна, в которую вы идете и которой вы овладеете, не такова, как Египет, откуда вы ушли. В ту землю ты бросал семена и орошал ее, как орошают угород, работая ногами. Вот, ну мы знаем, что и земля египетская тоже была до сегодняшнего дня плодородная, плодовитая, и долгое время Египет был житницей зерна для всего Средиземного моря, и люди, жившие в Италии или в Греции, они ели хлеб, сделанный из зерна, выросшего на берегах Нила. Но там была своя сложность, нужно было заниматься системой ирригации, создавать каналы, протоки, их поддерживать, за ними следить. И когда все это работало, все это действовало, когда много труда было вложено в это хозяйство, труда и рабского, в том числе, вот тогда земля была плодовитая. А вот тут, видите, написано, что, дескать, земля ханаанская, палестинская, другая, там можно делать гораздо меньше, а получать больше. А страна, в которую вы идете и которой овладеете, это горы и долины, орошаемые дождем с неба. Это страна, о которой заботится Господь ваш Бог. Он присматривает за ней постоянно в течение всего года. Но вот есть ряд дождей, они сезонные, и эти сезонные, они как будто бы обеспечивают очень такое хорошее развитие хозяйства в этой земле. Если вы будете слушаться повелений моих, которые я возвещаю вам ныне, будете любить Господа вашего Бога и служить Ему всем сердцем и всей душою, то я стану в срок посылать дождь на вашу землю, дождь осенний и весенний, и у вас будет зерно, вино и оливковое масло. Вот видите, такая связь, если вы, то и я буду делать это, а именно, что буду делать это? Посылать дождь, охранять ваши все посевы, давать вам базовые продукты для рациона тогдашнего жителя, тамошних времен и местностей, а именно зерно, то есть хлеб, вино и оливковое масло. Нас это, возможно, связка, если вы, то и я, она смущает, потому что мы знаем, что любовь Бога, она как будто бы безусловная. Бог любит нас не потому, что мы хорошие, а просто потому, что Он нас любит, Он наш Отец. Но хочется вступиться за такую богословскую полноценность этих стихов, стиха 13 и 14, заявив следующее. Такой смысл, возможно, есть в этих стихах. Когда вы будете открыты Богу, вы будете знать Его волю, будете ее исполнять, тогда как будто бы все это вместе взятое, куда входят и ваши стада скота, и ваши посевы, и ваши грядки, и ваши виноградники, и ваши оливковые рощи, и ваши города, и ваши деревни. Вот все это просто будет хорошо работать. Вот так можно это все объяснить. Вы будете Бога слушаться и Его Слово исполнять, поэтому все в Ханаане будет правильно и изобильно функционировать. Вот тогда эти слова, обещания Бога, обещания благоденствия, они избудутся. Я сделаю так, что на пастбищах вырастет трава для вашего скота, и вам не придется голодать. Подчеркивается еще одна мысль, мысль важная здесь. Кто является источником всех тех благ, которые получают израильтянин? Кто источник и зерна, и травы, и побегов, и так далее? Не какие-то духи, да, какие-то, какие-то, не знаю, маленькие божества, занимающиеся этими разными отраслями. Нет, все от Бога. Никаких богов нам не надо здесь. Все идет от Бога. И плодородие, и благоденствие, и изобилие скотов в стадах, все от Бога. И вот тут вот начинается предостережение, как же можно эту систему изобилия, процветания нарушить и уничтожить. А именно вот таким образом, нарушением чистоты веры. Будешь поклоняться другим божествам, и тогда тебе постигнет бедствие. И вот это бедствие, оно указывается, описывается в стихе 17. «Иначе Господь разгневается на вас и затворит небо, и не будет дождя, и земля не даст урожая, и вы быстро исчезнете из прекрасной страны, которую Господь отдает вам». Вот так вот. А не будете быть верными Богу, другими божествами увлечетесь, и тогда Господь вот сделает все это. Все, описанное мной выше, вот стада, пастбище, урожай, грядки, все как будто бы развалится, все как будто бы будет работать неправильно. Не будет дождя, будет затворенным небо, не будет урожая, и сами вы сгинете из этой территории. «Пусть эти мои слова всегда будут у вас в памяти и в мыслях. Повяжите их на руку, как знак, пусть они будут повязкой у вас на лбу». Но вот очень важная в этой связи вещь такая, как, о Боже, нам все это запомнить. Да, вот так вот. Надо об этом рассуждать, надо об этом думать. Пускай эти слова будут у вас постоянно в памяти и в мыслях. Нам нужны, Господи, какие-то знаки, да, какие-то нужны нам напоминания. И вот тут вот ниже начинаются эти самые рассказы об этих напоминаниях, вот, допустим, в стихе 18-м рассказывается об обычае, так называемого тфилина, да, тфила – это есть молитва, тфилина – это то, что касается вот этого вот момента, момента памяти, а именно повязка наматывается на руку, видите, написано «повяжите их на руку» эти слова, да, и есть такая маленькая коробочка, называется по-еврески домик, вот, и в этой коробочке тоже она привязывается к голове, вот, написано «повязка у вас на лбу», и там тоже есть кусочки из торы, вот, то есть, чтобы вам не забывать об этих вещах, вам нужны такие вот знаки – повязка, коробочка, вот, называется по-корречески федактерион, хранилище этих самых слов. Ну, это вещь полезная и правильная, и у христиан тоже такие есть знаки, есть крестик нательный и так далее, вот, мы тоже кое-что у себя помечаем в нашем быту, в нашей жизни, чтобы не забыть Божьих слов. Передайте их своим детям, эти вот увесечивания, эти наставления, повторяй их постоянно, дома ты или в пути ложишься или встаешь, вот, чтобы не забыть, нужно повторять, нужно разучивать, нужно выучивать, или случайно книга в Терзаконе называется часто книгой такого учебного плана, в этой книге очень много таких маленьких, лаконично сформулированных, вот, таких вот высказываний, выражений, которые легко заучить, запомнить и потом не забывать, не выкидывать из своей жизни. Дальше еще один знак рассказывается об вот этой помощи в том, чтобы не забыть Божьи повествования, стих двадцатый, напишите их на дверных косяках твоего дома и на городских воротах. Ну, еще один обычай до сегодняшнего дня, сохраняющийся у евреев, так называемая мезуза, то есть, такая вот, не знаю, вот такое устройство, такая конструкция, которая прибивается к косякам дома, и там есть тоже высказывание из Тора, из Ветхого Завета. Если будет это, память об этих словах Божьих, тогда ваша жизнь и жизнь ваших детей на земле, которую Господь поклялся отдать отцам вашим, будет длиться долго, пока есть небо над землей. По-русски это будет так звучать. Это будет вечно. Вы будете вечно жить в Израиле, если вы будете верны Богу. Если вы будете исполнять все повеления, которые я вам возвещаю, будете любить Господа, вашего Бога, всегда будете ходить путями Его, останетесь верными Ему, то Господь отдаст вам землю всех этих народов. Вы овладеете землей народов более многочисленных и сильных, чем вы. Всякое место, на которое ступит ваша нога, будет вашим. Все земли от пустыни до Ливана, от реки, реки Ефрат до Западного моря, станут вашими владениями. Никто не выстоит перед вами. Господь ваш Бог распространит по всякой стране, в которую вы вступите, страх и ужас пред вами, как он вам и обещал. Вот описывается какое-то очень славное будущее этого народа, когда и земли будут у них большие, аж от реки Ефрат и до Средиземного моря. И грозным будет звучать название народа израильского. Но, заметим мы сейчас, что такого случая никогда не было в истории. Ни при Давиде, ни при Соломоне, ни при других царях. Никогда такого масштаба владения евреев не достигали. Никогда западные, точнее северо-восточные границы Израиля не достигали, не доходили до реки Ефрат. Поэтому можно сказать, что до сегодняшнего дня это пророчество, обещание Бога пока еще не исполнилось. Но что будет дальше, мы не знаем. Потом начинается известное место из книги «Втерзаконие», которое часто и разучивается, комментируется во время христианских собраний и тем более собраний иудейских. А именно такой сюжет называется он «Благословение и проклятие». Описывается в стихе 27 и до конца главы у нас 11. Это вот что будет из-за благословения и что будет из-за проклятия, которое вы можете от Бога получить. Итак, почитаем этот сюжет «Благословение и проклятие». Описываются здесь два пути, по которым ты, о еврей или о христианин, можешь идти. Ты можешь идти по пути благословения или идти по пути проклятия со стороны Бога. Выбор ты делаешь сам лично. Вот ныне я предлагаю вам благословение или проклятие. Дальше. Благословение, если вы будете слушаться повеления Господних, вашего Бога, который я возвещаю вам ныне. Есть два варианта. И два варианта предположены Богом, потому что возможность выбора – это есть право свободного человека, а Богу нужны свободные люди. Поэтому путь первый – это есть благословение, когда Бог благословляет народ и все у него хорошо работает. Прекрасная ситуация и с плодородием почвы, и с плодородием женского чрева, и с защитами границ и так далее. Другой путь – проклятие. Если вы не послушаетесь повеления Господа, вашего Бога, свернете с того пути, по которому Он наставил вас ныне, и пойдете за другими богами, которых вы не знали. Вот есть другой вариант – это проклятие. То есть забыть повеления Господних, идти во след другим божествам, то ваш удел – это удел проклятия, когда все работает плохо. «Когда Господь, ваш Бог, приведет вас в страну, овладеть которой вы идете, провозгласите благословение на горе Горизим, а проклятие на горе Гевал». Но вот описывается такой какой-то ритуал, да, вот собирается народ Божий регулярно на двух соседствующих горах, гора Горизим и гора Гевал, да, и вот они вот, эти как будто бы две горы, две части народа, как будто бы перекликиваются, да, начало одна, какая-то цитата из Божьего закона, касающаяся правильного пути до благословения, и в ответ другая гора устами собравшихся евреев озвучивает какое-то запретное действие, итогом которого является проклятие и нездоровье всего Израиля. Такое возникает некоторый антифон, антифонное провозглашение Божьего закона. Эти горы находятся по ту сторону Иордана, где дорога на запад, на земле хананеев, живущих в Араве, близ Гелгалан и подалеку от дубов Морре. «Ныне вы переходите Иордан, чтобы овладеть страной, которую отдает вам Господь, ваш Бог. Вы овладеете ею и будете в ней жить. Строго соблюдайте и исполняйте все предписания и законы, которые я возвещаю вам ныне». Вот, дорогие друзья, оканчивается глава 11, и вступление во второзаконие тоже завершено. После этого мы начинаем иметь дело с самими законами, уставами, о которых рассказывает нам книга «Второзаконие». Дорогие друзья, портал экзоге.ру «Помощник наш» в наших с вами встречах. С вами священник Алексей Волочков. Петербург. Спасибо за внимание. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok